Петля немного. Ай, что-то я трогаю сейчас. Вот так добрый день. Это что за яйцо? В моей ванной. Да всё. Позор, массу будет. А давайте как в сказке. Но в этой, про курочку рябу, помните? Снесла она яичко золотое. Папка била-била, не разбила. Детка бил-бил, не разбил. Смотрите, сейчас кто-то появится. Вылупляется. Котя, Котя. Но ты куда залезла? Ты одного раза не подтянешься. Слезай давай, я тебе сейчас супер-класс покажу. А ты вон, возьми обруч, покрути. Макс, да ты что? Я больше тебя подтягиваюсь. Вот, смотри. Три, четыре, пять. Котя, Котя, хватит уже давай, хватит. А то как я супер-класс покажу, если она вон, больше меня подтягивается. Ух ты, ух ты. А можно мне тоже поподтягиваться. Дианочка, да ты что? Ты еще маленькая. Иди в песочнице поиграй, пока мы с Катей здесь спортом позанимаемся. А то еще вдруг Дианка тоже больше меня подтянется. Тогда все. Позор Максу будет. Ну вот, почему маленький, ничего интересного не достается. Ладно, пойду в песочницу. Сейчас куличиков таких налеплю, интересненьких, больших и красивеньких. Не то, что там у них спорт какой-то. Сейчас шедевр будет Дианкин. Ой. А что это такое? Лежит в моей песочнице. И все ее заняло. Это что за огромное яйцо такое? Катя, Макс, я не могу идти в песочницу. Там это, какое-то яйцо. Ее все заняло, и мне некуда съесть. Оп. Ну что, Макс, попробуй теперь меня победить. Дианочка, что там за яйцо? Что ты выдумываешь? О, Катя, а ты иди проверь. А я пока это, по-по-поподтягиваюсь и скажу тебе, сколько раз я подтянулся. Хорошо? Катя, я не знаю, что за яйцо. По-моему, это яйцо огромного радужного единорога. Нет, Макс, так дело не пойдет. Ты один раз подтянешься, а мне скажешь, что 21 раз подтянулся. Пойдем посмотрим, что там за яйцо радужного единорога нашла Дианка. А потом продолжим. Эх, такой план сорвался. Хе-хе. Ну пойдемте посмотрим, что это там за яйцо огромного единорога. Хе-хе-хе. Наверное, камень. С чем-то перепутала, и все. Неа, никакой не камень. Вот, вот это камень. Я же вижу, а там и правда яйцо огромное. Ладно, ладно, Диана, верим, верим. Пойдем посмотрим. Вот, смотрите, что я нашла. Ух ты. Это и правда какое-то яйцо. Да какое еще яйцо. Ничего себе яичко. Да она с меня ростом. Это кто же такое яичко тут оставил в песочек, отложил? А? Где огромный хозяин этого яйца? Да, вы представляете, какого он размера? Может мы это, домой побежим, а? Девочки, я, наверное, пойду. Я представляю, какая у этого яичка мама должна быть, если оно такое, такое огромное. Хе-хе. Макс, что, испугался? Ну иди, иди. Мы с Дианкой вдвоем совершим самое огромное событие в нашем городе. Мы нашли огромное яйцо. И попробуем сделать так, чтобы из него кто-нибудь вылупился. Нас по телевизору покажут. Хе-хе. А ты иди, иди домой, бояка. Ты же видишь, рядом никогошеньки нет. Значит, это яйцо кто-то бросил здесь и оставил. Что? Я боюсь. Да я не боюсь. Я за вас переживаю. Думаю, сейчас кто-нибудь как прилетит. А как я один тут вас обоих защитил? Ничего я не боюсь. Точно никого нету? Может, где-то, где-то, где-то тут кто-то все-таки есть? Ведь яйцо, оно ведь чье-то, оно ведь само по себе не появляется. А? Интересно. Я стучу, стучу, а из него никто не появляется. Кто-то там зовет. А? Ребята, вы как думаете, чье это такое огромное яйцо? И кто из него появится? Макс, давай заберем его домой. Мало ли, что с ним здесь может случиться. Может, его найдут плохие ребята и разобьют. Пойдемте, попробуем высидеть оттуда кого-нибудь. Кто там живет? А? Мне очень интересно, кто же живет в таком огромном яичке. Домой? Катя, ты что-то представляешь? Кто оттуда может вылупиться? Как мы потом жить с ним будем в квартире? Он же больше нас. А что мама скажет? Вдруг там дракон какой-нибудь? Или паук? Или еще кто-нибудь пострашнее? Давайте, давайте заберем его домой. Мне кажется, там маленький радостный единорожка. Смотрите, какое яичко. Пока Катя и Макс и Диана гуляют, я приму в ванну. Спокойно полежу в ванной часа два, пока они не вернутся. Точно, точно. А то, как всегда, как только в ванну зайдешь, то Дионке что-то надо, то Максу, то еще что-нибудь. А сейчас я спокойненько здесь полежу и отдохну. Так, ну пусть водичка набирается. Добавлю немножко пены. Вот так. Ой, ну вот, скоро уже можно и купаться. Яйцо-то мы принесли, а вот как его открыть, не знаем. Ребята, у вас есть какие-нибудь идеи, как открыть это яйцо? Или как в него постучать, чтобы оттуда кто-нибудь вылез? А может там вообще никого нет? А мы тут стараемся. Тук-тук-тук. Там кто-нибудь есть? Диана, ты знаешь, мне кажется, там все-таки кто-то есть. Оно полностью закрытое. Видно, что оттуда еще никто не вылупился. Стойте, тут у меня есть идея. Во, давайте мы его распилим. И сразу и узнаем, кто там внутри. Макс, ну ты что? Нельзя его пилить. Оно должно вылупиться само. Давайте мы его погреем. И тогда оно может быть само вылупиться. Все, я за феном. Катя, ну греть это долго. Пока мы тут его всего прогреем. А тут шик-шик и готово. Ну ладно, оставлю на потом. Может все-таки согласятся. Его распилили. Мама, мама, можно я возьму фен? Ой, Катя, вы что, уже пришли? Приняла. Ванну называется Не Успела. А зачем тебе фен? У тебя сухая голова. Да, мам, мы уже пришли. Да мне не волосы сушить. Мне нужно кое-что погреть. Можно? Спасибо, мам. Я пойду, ладно? Катя, Катя, стой. Я же не сказала тебе да. И фен нужен не для того, чтобы что-то греть, а для того, чтобы сушить волосы. Катя. Ну вот. Ну вот, сейчас мы его погреем и точно кто-нибудь вылупится. Катя, Катя. А мне кажется, что быстрее фен сломается. Ты что, так долго будешь горячим воздухом дуть? Он возьмет и сгорит. Давай лучше распилим. Это намного быстрее. Макс, не сломается. Я немножко. Вдруг ему чуть-чуть не хватает тепла. Катя, Макс. Я, кажется, придумала. А давайте как в сказке. Ну, в этой. Про курочку рябу. Помните? Снесла она яичко золотое. Бабка била-била, не разбила. Детка бил-бил, не разбил. Ой, а там никто не разбил. Там мышка. А где мышку взять? А давайте просто попробуем разбить. Вдруг с этим получится. Она же не золотое, а простое. Идиана, стой, стой, не стучи. Катя, а ты перестань греть. Она быстрее сгорит сейчас, чем ты его согреешь. Тут надо что-то придумать. Ай, ух ты. Она и правда стала очень-очень горячущим. А это, наверное, тоже вредно. Нужно его охладить. Что я наделала? Сейчас, сейчас. Ой, смотрите. От воды оно меняется. Так может, его нужно в воду положить? И тогда оно раскроется. И не надо ничего пилить, молотком стучать и сушить феном. Тоже не надо. Нужно в воду его. Ой, чуть яйцо не испортили. Так бы и не узнали, кто там внутри. О, ух ты, и правда. Ха, так ему вода нужна. Катя, потащили его в ванну. Там у нас и появится кто-то. Или что-то, что внутри спрятано. Ох, какие загадки люблю. Ребята, а вы любите сюрпризы и загадки? О, а у вас есть любимая загадка? Напишите нам в комментариях. А мы ее попытаемся угадать. О, Катя, смотри. Вантус. А может попробовать им так... И из яйца кого-нибудь вытянуть? А? Катя, давай попробуем. Макс, ну ты что, каким вантузом? Лучше помогай. Нужно яйцо в ванну положить. Там как раз целая ванна воды. Он быстро-быстро у нас появится. Ой, ну не знаю. И что тебе моя идея с вантузом не нравится? Может получилось бы. А так, сколько мы ждать будем, пока она здесь в ванной пролежит? Мне так интересно, кто же там появится. Катя, Макс, а может все-таки молотком его, чтобы быстрее к нам пришел из скорлупы своей, толстой-толстой, посильнее его, тук, и кто-нибудь и появится. Ну, Диана, ты что, как чуть-чего, сразу за молоток? Убирай давай на место. Он сейчас и так вылупится. Нужно просто терпение, набраться терпения и ждать. Ну, вроде в детской тишина. Никто не спорит и не ругается. Игрушки не делит. По-моему, неужели в кои-то веки спокойно сидят играет. Красота. Можно и ванну принять. Так, водичка в самый-самый раз. И пены много. Ай, что это я трогаю сейчас? Вот так добрый день. Это что за яйцо в моей ванной? Яйцо. Ну, прям очень интересная история. И откуда оно здесь взялось? Такое огромное, разноцветное. Кажется, я упустила один момент. Катя, Макс и Диана уже пришли. Это точно их рук дело. Опять мне всю ванну испортили. Теперь вместо меня ванну принимает какое-то яйцо. Катя, Макс, Диана, немедленно бегите сюда и расскажите мне, что это такое и когда в этой ванной будет купаться мама. Ой, мама, не кричи, мы забыли тебе сказать. Катя, мы на улице нашли в песочнице вот это яйцо. Но оно никак не вылупляется и никак не открывается. А я на него водой побрызгала и там что-то появилось. Мы и подумали, если его в ванну положить, там кто-нибудь да появится. Вы нашли его на улице? Интересно, и кто из таких огромных яиц вылупляется? Вы что, Катя, это может быть опасно. Неизвестно же, кто там внутри. И где его родители? Мама, мама, да мы вокруг все-все обсмотрели. Нету там никого. И там внутри никого страшного нет. Ты посмотри, какое оно красивое. Я сейчас видео камеру принесу. Это событие нужно запечатлеть. Ну, интересно, и сколько ваше яйцо здесь будет зреть? Так-то я хотела ванну принять, а не ваше яйцо ждать. Мама, мама, не ругайся. Сейчас быстренько единорожка вылупится и мы его заберем. А тебе новую ванну с пенкой и солью наберем. Хорошо, мамочка? Очень уж мы хотим узнать, кто за там прятался от нас. О, ну вот, все готово. Осталось только ждать. Ну и долго это продлится? Очень интересно. Ой, что-то хрустнуло. Катя, Макс, Диана, бегите сюда. Там что-то хрустит. Ой, мне кажется, оно треснуло. Треснуло. Ух ты, ух ты, где? И правда треснуло. Сейчас появится то, что там спрятано внутри. Дайте мне, дайте мне посмотреть. Что там? Подвиньтесь, подвиньтесь, мне тоже интересно. Смотрите, сейчас что-то появится. Вылупляется. Ага, точно, вылупляется. Вау, это огромный единорог. Посмотрите, какой он. Ничего себе, мы открыли яйцо с единорогом. Так, я все на камеру записал. Боже мой, единорог, и правда. Куда бежать, куда звонить? У нас появился единорог. Ух ты, мама, куда звонить? Не надо никуда звонить. Он будет с нами, с нами жить. Ну, ну как это дело? Нам вот только единорогов еще и не хватало. Ты посмотри, это он еще только вылупился. Только еще маленький. А когда он вырастет, он может будет ростом с весь наш дом. Да что? Это же будет ужас какой-то. Что же делать с тобой, единорожечка? Здорово, здорово. Да, ребята, мы нашли яйцо единорога. Настоящего. Ну что, ребята, девочки и мальчики, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. А мы пока будем смотреть этого маленького единорожку, когда он до конца доволупляется. А мама пока подумает, куда звонить. Хотя мне кажется, ей никто не поверит, когда она будет звонить и говорить. Здравствуйте. А вы не знаете, у нас тут единорог появился. Куда бы его сдать? В цирк или в зоопарк? В какой еще цирк и зоопарк? Его на волю надо. Давайте его в лес отведем, а там мама его поисит. Точно. Давайте маму его найдем. Детский канал Даринаука ТВ представляет. Подпишись на канал Даринелка, смотри мультики с нами.